Музыка Может ты здесь сидишь, как это сунамитянки, думаешь, а у меня муж не верующий, а что мне делать? А посмотри на неё. Теперь женщина, которая была богатая, которой не имела сына, который дом построил, у которого сын умер, потом воскрес, теперь голод. У Бога нету совпадения. У Бога нету случайности. Если хоть куда-то придёшь, что твой но должен решиться, знаешь, что до тебя кто-то там был и про тебя хорошее рассказывал. Когда начнёшь у себя комнату, Иисус сказал войти в свою внутреннюю комнату и скажешь, Господь, я счастливый человек, и слава тебе, но у меня есть но, но, но. Пожалуйста, я молюсь за это но. И у тебя но решится. Поверь во имя Иисуса, у тебя но решится, если мы реально, искренне помолимся. Если ты с Богом, я тебе одно скажу, всё возможно верующему. Я верю, что сегодня мы будем благословены, и наша вера поднимется. Знаете, когда вера поднимается, поднимается наша жизнь, уровень жизни. Поднимается очень много вещей. И часто мы спросим, а неужели у нас нету веры? Знаете, вера это вещь, что может подняться, а может быть, даже люди могут потерять веру, если не держать. Знаете, я этот микрофон держу, если просто отпущу, она упадёт из рук. Так же веру мы должны держать и ходить верою. Знаете, это очень интересно, очень интересно. Писание говорит, что вера приходит от слышания, когда мы слышим Слово Божие, читаем, слышим Слово Божие. Поэтому сегодня я буду говорить о вере, и вера наша поднимется, аллилуйя. Может быть, часто люди говорят, ну вера это что-то древное, какое-то 90-е годы, это всё. Знаете, вера не может быть древная. Писание говорит, вера, надежда и любовь, аллилуйя. Три вещи, что абсолютно нужно каждое время. Знаете, в принципе, и потом Писание говорит, что любовь больше всей. Почему? Потому что, когда мы придём на небо, верить не надо будет, надеяться тоже не надо будет, но любить придётся. Аллилуйя. Поэтому любовь нужна и здесь, и там, на небесах. Аллилуйя. И я начну из местописания. Я хотел бы, чтобы сегодняшнее слово вы веры взяли, и если возьмёте, это плод принесёт. Знаете, евреям 13 глава, с первого стиха я прочитаю. Братолюбие между вами, да, прибывает. Знаете, вот начинается, что братолюбие между вами, да, прибывает. Часто люди говорят, ну, когда говорят братьям, сёстрам тоже имеют в виду. Я скажу, нет, если сёстрам имели бы в виду, то написали бы братья и сёстры. Когда написано братолюбие, значит, братолюбие. А сёстры скажут, а сёстры, если братья будут любить друг друга, с сёстрами всё будет в порядке. Все будут счастливее, аллилуйя. И поэтому Писание говорит, прибивайтесь, братолюбие, чтобы просто не толкаться, не спорить, не ссориться, а просто любить. Знаете, у меня двое дочерей, однажды пастор Максим приехал к нам домой, а вот вы знаете, что у него сыновья, у него сыновья сидит у нас дома и говорит, Артур, такой покой у вас дома. Говорю, а что у вас нет, да говорит, у нас все лезут на друг друга, дерутся, бьются, что-то делают, у вас такой мир, оба сидят куклами и играют, такой мир. Вот тогда я понимаю, что такое братолюбие, что говорят, прибивайте, братья любим, знаете, когда братья любят и все будет хорошо, но это место не то, которое я хотел бы прочитать, дальше написано, странолюбие не забывайте. Вы знаете, что такое странолюбие? Я не знаю, почему в русском переводе всегда старые слова используют. Я спросил одного молодого парня, русского парня, что такое странолюбие, он говорит, ну, наверное, чтобы странных любить, странных людей, их кроме любить надо и терпеть. Но странолюбие, это называется гостеприимство, странников принимать, да, гостеприимство. Поэтому я буду читать, как новое. Написано, гостеприимство, не забывай, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелом. Знаете, реально, что некоторые приняли гостеприимство ангелом, аллилуйя, приняли ангела в себе домой. И я вам скажу сегодняшнюю героиню, которую я выкопал из Библии, прямо вот свеже выкопал. Кто же эта женщина-станамитянка? Знаете, есть женщина, которая пример для меня, но эта женщина-станамитянка, я думаю, я верю, что ее вера станет примером для нас. И прежде чем про нее рассказывать, я хотел бы прочитать местописание, с какого начать? С первого или второго? Откуда вы знаете? Главное, начну с первого. Уговорили. Откройте 4-е царство, 5-я глава, с первого стиха. Знаете, я бы хотел, когда мы будем читать это местописание, чтобы у вас было представление. У кого-то есть представление? Знаете, хорошо, когда читаешь Библию, чтобы как читаешь, так и театрализовать. Если не театрализуешь, интересно не будет. И я хотел бы, чтобы театрализовать то, что мы сегодня прочитаем. Знаете, порой мы религиозно читаем Библию, но надо театрализовать и жизненно читать Библию. Как вы думаете, когда Саул пошел в туалет, и Давид резал одежду? Это смешная история, если мы его театрализуем, да? Давид прятался, а Саул сел в туалет, и он нос держит и режет одежду. Но я хотел бы, чтобы у вас было представление. И тогда вы себе найдете здесь, если у вас будет представление. Написано вот так. Кто помнит Неймана? Лично. И пару человек помнят, встречались. И здесь написано, Нейман, военачальник царя Сирийского, был великим человеком. Как вы думаете, когда Казахстане скажут, он великий человек Казахстана? Вы знаете, про кого идет речь уже, да? Что великий, все его знают, да? И написано, был великим человеком у Господина своего и уважаемый. Потому что через него дал Господь победу сирианам. И человек себе был отличным воином, но прокаженным. Вот если не было бы этого «но», вроде бы все классно. «Уважаемый человек, все знают, чтят и признают, но прокаженный. Вот в нашей жизни столько этих «но». Вроде бы все хорошо, но. Вот как хочешь быть счастливым, да, вот сразу ты вспоминаешь это «но». Как однажды увидел, прекрасная женщина, одета прекрасно, классно одета, моральная, хорошая, красивая, но мужа оставил. Вроде бы все хорошо, но. Видишь богатого семью, богатого человека, богатый, жена хорошая, просто отличные люди, но детей не имеют. У кого в жизни есть это «но»? У всех у нас есть это «но». Вот если не было бы это «но», какие мы счастливы были? Знаете, часто мы думаем, Господь сейчас будет решать такие проблемы, такие вопросы. Нет, я вас скажу, сегодня я буду проповедовать, что Господь решает именно наше «но». Пожалуйста, не спросите Бога, о, Господь, у меня машина поменяет, ты сам поменяешь. Поработаешь, Господь тебе даст силу. То, что сам можешь сделать, Богу не тревожь. Бога молись за вопросы, которые сам не можешь сделать. Как одна сестра молилась так, Господь во имя Иисуса, так хочу шашлыки кушать, дай мне шашлык, да иди купи. Вот понимаете, такие дешевые молитвы в Библии нету. Родитель советует своего дитя, помолись Богу, и Бог тебе кашу сварит. И как вы представляете, что Бог кашу варит? У нас есть один брат, уже десятый год просит машину, которую он хочет. У него отличная вера, не получать, все еще верит. За это 10 лет поработал, сам купил бы это. Вот представляете, если Илья всю жизнь сказал бы, вот этого коня мне, вот такого коня мне, вот Господь. Ну ты же можешь такого коня дать. Да они молились за народы. Давайте поменяем стиль нашего молитвы. Будем реально Бога просить. То, что человек тебя не может дать, и твой но будет решен. Смотрите, написано, Нейман, военноначальник, биг сильный, уважаемый человек, но был прокаженным. Слава Богу за людей, которые могут слышать своих слуг. Нейман не то, что был уважаемый человек, только и прокаженный, он еще слышал, что скажут слуги. Слуга была еврейка, и говорит, ну почему вы так мучитесь? В Израиле есть пророк, идите к ним, и он сразу пошел к пророку, приходит он, Елисею, и говорит, вот я прокаженный, Елисею, и говорит, да нет проблем, ты сюда путь прошел, путь веры. Ты скажешь, так просто он получил ответ. Знаете, многие приходили, и многие не получили, потому что он прошел путь веры, чтобы получить свое исцеление. И пророк говорит, окуни семь раз Иордане. И он подумал, знаете, он откуда пришел? Он пришел из страны Междуречье, где проходят два великих, даже три реки, как Волга. И вдруг пророк говорит, окуни здесь Иордане, это Иордан у нас сейчас звучит так, будьте в Израиле, это болото. Крязное болото, маленький ручок, это Иисус запиарил его. И Иоанн Креситель. Потому что Иисус там был крещен. Мы говорим, Иордан. И он смотрит, говорит, неужели у нас визеек нету? Слава Богу за начальника, который слушает своих слуг. И слуга говорит, он же ничего трудного не сказал. Ну окунись. Он семь раз окунулся, и его но ушел. Вы представляете теперь Неймана, когда вы ходите из воды, уважаемый, великий, имеют признание и непрокаженные. Представляете этот день, когда вы будете ходить, и это, и это, и этого, но то, что у вас есть, нету. Кто верит в это? Вот сегодня я буду говорить про людей, которые это но было решено. Вот смотрите, другая история. Это уже второе, вы сказали первый, я второй, сейчас это расскажу. То же самое повторяет царство, вторая глава 19-х. И сказал жителям того города Елисею, вот положение этого города хорошее, как видит господин мой. Но вода нехорошая, и земля бесплатна. Все хорошо в городе, но вода. И вода была исцелена. И вот сейчас подходим, и сегодня я буду рассказывать про женщину, которой Санамитянка. Знаете, мы пройдем жизнь этой женщины и возьмем ее в веру. Начинается история, пророк пришел в этот город. Смотрите. Четвертое царство, четвертая глава, восьмой стих. И вот один день пришел Елисей в Санам. Это город. Там одна богатая женщина. История начинается, скажем вместе со мной, одна богатая женщина. Как вы думаете, в этом городе сколько богатых женщин было? Там было царство, там был хороший город, преисповедающий город, но одна богатая женщина. Почему не написано «некоторые богатые женщины», а написано «одна богатая женщина». Потому что сделала эта богатая женщина что-то. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеб. И когда он приходил, всегда заходил туда есть хлеб. «И сказал она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас, постоянно святой, сделай небольшую горницу над стеной, и поставим ему там постель и стол». Я потерял место. Светильник и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Смотрите, интересная история. Я поражаюсь от мужа. Знаете, у него мужа какой характер? Вот в церкви всегда есть такое, что жена веруши, а муж не против. Знаете, в церкви есть такие. Жена веруши, а муж еще больше. Есть то жена веруши, а муж веруши. Есть жена веруши, и муж покаялся. А есть жена веруши, а муж гонит. А есть другая, что жена веруши, а муж не против. Вот в этот случае жена веруши, а муж не против. Представляете, заходит себе домой, мужик сидит и кушает. Первый день, второй день. И потом она говорит, слушай, мало что он кушает, давай ему комнату как-то построим, чтобы он здесь спал. Муж не против, что она верующая? Может, для того и богатый был? Скоро мы увидим. И они построили. И 4-ое царство, 11-4, 11. И один, где он пришел туда, и зашел в горницу, и лег там, и сказал Гезю, слугу своего, позови эту санамитянку. И Елисей пришел туда, лег и говорит, позови женщину. Женщина заходит туда и стоит, и говорит, что тебе нужно. Она молчит, ничего не говорит. И говорит, знаете, у каждого есть это но, но она скрывает это но. И вдруг Елисей спрашивает ей, хочешь, я буду ходатайствовать у царя. А царя, как что-то ты хочешь? Вот представьте себе, если бы спросили вас, хотите от президента что-то просить, и все получите. У нас очень много просьб. Или у военно-начальника что-то хочешь, а она молчит. Она говорит, нет, не надо, я живу у своего народа. Знаете, у этой женщины нету просьбы у царя, и не у военно-начальника. Это реальная жизнь, и немногие такое имеют, чтобы от царя что-то не просить. Говорит, не надо, я все имею. Вот представьте, у тебя, возможно, у царя что-то спросить. Как одна армянка, которая живет в Сибири. Уже смешно, да? Армянка, которая живет в Сибири. Знаете, уникальность армянского народа в чем? Всегда прийти туда первый, где пока их еще никого не было. Я был в Америке, есть в Америке корабль «Титаник». Ну, музей-то. И туда, когда заходишь, все сделано как «Титаник», все это, даже там вода, когда руку стоишь, чувствуешь, какая холодная вода была, это нереально была там жизнь. И рассказывали, ну там много фотографий, кто жил, кто умер, кто жил, кто умер. Гид узнал, что я армянин, говорит, вам будет это интересно. Вот это двое были армяны. Я подумал, армяне в «Титанике». Как-то несовместимо, знаете? Что же сделали армяне в «Титанике»? И я спрашиваю, они умерли? Год нет, оба спаслись. Я его спрашиваю, а что, они были богаты? Нет, говорит, были бедные. Потому что в первую очередь богатые туда пришли. Сели эти лодки, а потом спасатели лодки. А потом бедные, двери открыли для бедных. Говорит, да нет, они были бедные, они были внизу. Говорю, а как тогда они спаслись? Говорит, знаешь, они уникальные люди, мы про них рассказываем всем. Говорю, а в чем их не уникально сказать? Когда открыли двери для бедных, все бедные побежали за богатыми. Куда все богачи бегут. А эти двое сказали, если все туда бегут, давай мы обратную сторону побежим. И побежали с другой стороны лодки, корабля. И там пустые лодки. Сели и ждали. Пока все пришли и оба спаслись. Вот, первые нашлись там, где никого не было. Это армянка взял, написал письмо. Ну, надо было додуматься такого, это давно. Письмо президенту России Путину. Это был он, первый срок был. И написал, она написала. Я армянка, который приехал сюда в Сибирь жить. У меня нету квартир, все снимаю квартиру. Просто решил вам написать письмо. Может, вы мне квартиру подарите? Наивное письмо только. Вдруг через месяц стучат звери, говорят, это из городских власти приходят. Говорят, вы знаете же, из Москвы мы приказ получили на востройке дать вам квартиру, трехкомнатную квартиру. Конечно, после этого другие написали, но ничего не получили. Надо быть первым. И вот, когда что-то просишь у царя, все получаешь. Эта женщина молчит и молчит, ничего не отвечает. Говорит, да нет, нет у меня просьбы к царю, потому что я живу у своего народа. Нет у меня просьбы у военноначальника, потому что я здесь живу. И Гезия говорит, и Елисей думает, а чем же помочь тебе? У нее нету сына. Это ее печаль. И Елисей, знаете, Елисей должен был начать вообще-то из духовного. Иногда и пророки плотские вещи предлагают. У царя что-то спросить, ходатай, спать все это сами. И говорит, нету сына. Вот это ее но. Ни один царь не может решить эту проблему. Да никто. И муж старый. И Елисей говорит, следующий год, это время твое но решится. Ты родишь сына. Проходит ровно год. И она родила сына. Вроде бы все заканчивается. Вроде бы все хорошо. Она родила сына. Сын рос. Я не знаю, муж узнал про этого обетования или не узнал. Муж не против. Все нормально. Все идет. Жена хочет, так и получается. Может, ты здесь сидишь, как этой сунамитянкой. Думаешь, а у меня муж не верующий, а что мне делать? А посмотри на нее. И однажды ребенок пришел к отцу. Он там был на поле. Говорит, голова, голова. И папа, конечно, куда отправил? К маме. Мама решает все вопросы. Ребенок пришел домой и умер. Как вы думаете, простые женщины, что сделали бы, если ребенок умер бы? Сразу позвали бы мужа. Но она, мужа, ничего не сказала. Я до сих пор не знаю, муж узнал, что его ребенок умер и воскрес. Только животных попросил, чтобы идти к пророку. И муж говорит, так сегодня не время жертвы. Куда ты идешь? Говорит, да не твое дело. Я знаю, что делаю. Муж не против. И она идет к пророку и платит. Пророк говорит, что-то произошло. Опять у него есть но. Вроде бы мы решили этот вопрос. Говорит, ребенок, который ты дал, он умер. И знаете, ребенка куда поставил? Постег пророка. Ребенка привез в комнату пророка и положил туда. Знаете, если у тебя сердце для Господа что-то открыт, туда можешь свое но поставить. Но если у тебя в сердце ничего не открыт для Господа, негде поставить ребенка. Негде поставить свой но. И поставить ребенка именно туда. Знаете, первый, смотрите, историю веры. Первый это богатая женщина. Номер два, богатая женщина, которая накормила пророка. Аллилуйя. Номер три, богатая женщина, которая накормила пророка и которая родила сына, чей муж был старым. Номер четыре. Всегда в жизни бывает так, как только так что-то случается. Богатая женщина, которая доверила Богу, которая поверила Богу, накормила пророка, построила квартиру для пророка, и которая родила ребенка, но ребенок умер. Неужели Господь им не оставил? Что же со мной происходит? Пророк отправляет гейзю, женщина говорит, нет, 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 у меня такой, очень другое, но пока ты не придешь. Пророк встает и идет к ребенку. Ложится на ребенка. И начинает дыхать. И ребенок воскрес. Из мертвого. Знаете, никогда не повторяй то, что сделал пророк. Если воскресить мертвого, Господь даст тебе твой путь. Почему я это рассказываю? Потому что у меня есть друг, не буду имя называть, проповедник, пастор. Он мне рассказывал, говорит, наша церковь маленькая. Мы никогда не думали, что кто-то умрет там. И говорит, у нас одна бабушка умерла. Как может в церкви, чтобы бабушка умерла? Принесли в морг. И говорит, мы пришли, сторож пьяный сидит. Говорит, можно туда войдем? Говорит, ребята, вы знаете, куда пришли? Говорит, да, знаем, мы хотим петь. Бабушка умерла. Говорит, подпустили мы, зашли туда. И начали прославлять Бога. Берем гитару и прославляем. В морге все мертвые лежат. Ночь. Дело было ночью. Группа ненормальных верующих. Врывается в морг. Берут гитару и поют, аллилуйя, аллилуйя. И они думают, что бабушка сейчас воскреснет. Бабушка не воскрешает. Бабушка у себя уже дома с Иисусом празднует, в вечности. И вдруг, говорит, осияла. Думаю, Боже, я неправильно делаю. Надо, как Смит Вигельсворт. А знаете, как Смит Вигельсворт воскрешал? Брал мертвый, 12 кругов бегал по залу, пока мертвый не будет бегать. Говорит, взяли бабушку. Другие, говорит, нормально. У меня проблема, потому что у меня очень хорошее представление. И бежим, первый круг. Гитаристы играют, аллилуйя, аллилуйя. А мы бежим все, бежим. Никак. Потом, говорит, мой помощник, говорит, мы неправильно делаем. Надо, как Елисей. А Елисей лёг на мёртвого и в рот-рот начал дуть. Когда я говорю помощнике, Бог тебе сказал, ты и сделаешь это. Сразу началось разделение позиций. Помощник сказал, хорошо, но если я на воскресенье, тогда я пастор. Говорит, хорошо, я сделаю. Говорит, лёг на бабушку и сделал то, что никогда я не представлял бы, что я когда-либо это сделаю. А бабушка не воскресла. Все мы выходим, гитарист гитару ташит. Я взади, вся память в губах. Видите, что происходит, когда без веры? И сторож, говорит, уже полностью пьяный сидит, говорит, сынок, когда я помрю, тоже придёшь печь? Поэтому никогда не делайте без веры. Вообще, Писание говорит, без веры угодить с Бога невозможно. Знаете, на... Вообще, кто-то скажет, ой, я бедный такой. На бедность отвечает милосердие, а Бог отвечает на веру. Аминь. И вот здесь пророк лёг на ребёнка, и ребёнок воскрес. И теперь, дорогие, здесь история не заканчивается. Дальше продолжаем. Это была женщина, которая была богатая. Может быть, начать из простая женщина, которая замуж вышла, которая через Бога разбогательна. потом, который пророка принял в себе домой, открыл место для Господа. Потом, это женщина, который дом построил для пророка. Потом, это женщина, которая не имела ребёнка, не имела, имела свой но, но Господь решил, и она родила сына. Потом, женщина, которая потеряла своего ребёнка. И потом, последняя, это ещё не последняя, женщина, которая была богатая, которая накормила пророка, которая место открыла для Господа, который получил ребёнка, чей ребёнок умер, и чей ребёнок воскрес. Аллилуйя! Вот женщина-сунамитянка. Я думал, с этим всё заканчивается, а когда этот раз я читал Библию, и вдруг я понял, история всё ещё продолжается. Знаете, что произошло? Давайте смотреть дальше. Четвёртое царство. 8 глава, 1 стиха. «И говорит Елисей женщине, сын, который воскресил он, и сказал, встань, и пойди ты, и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придёт на сей землю на семь лет. И встала женщина, и сделала пословом человека Божия, и пошла она, и дом её, и жила в земле филиссимлянским семь лет. Поражаюсь от мужа». Знаете, что? Я, если знал бы, что голод придёт, я всем рассказал бы, а Елисей почему-то только её сказал. Знаете, почему? Ну, где живёт, того и скажет. только она открыла место. Теперь женщина, которая была богатая, которой не имела сына, который дом построил, которого сын умер, потом воскрес, теперь голод. и это её не касается. Представляете, это нелегко. Богатого человека приходишь к мужу, говоришь, дом, всё есть, всё, пошли в другой город. А почему? Ну, сказал тебе, пойдём и пойдём. жена верующая, а муж не против. И написано, весь дом встали и пошли. И жили там семь лет. Я всегда, когда вот эту историю читаю, думаю, вообще муж с чем-то участвует вообще. Только сидите, благословляется. А вдруг богатым стал, а вдруг пророк оказался в неё дом, а вдруг он построил, но он помог, что-то делал, а вдруг сын родился. Я не знаю, он знал, что сын умер и воскрес, это не знаю. Библия про это ничего не говорит, но жена тоже не сказала. И теперь голод, а это их не касается. Они пошли в другую землю, семь лет правильно жили, голода не почувствовали, и во славе обратно приходят. Приходят земли израильские и сюрприз. Знаете, чем сюрприз? Сюрприз получает. Ни дома, ни земель. Знаете, за семь лет можно потерять всё. За семь лет можно потерять всё, то, что ты оставил. И тогда опять у него появилось но. Хочет жить у себя в стране, но уже ничего не имеет. может быть, сегодня это слово для тебя. Если ты с Богом, я тебе одно скажу, всё возможно верушему. и Писание здесь дальше говорит. Шестой стих. Не, не с чистого, а возьмём. с третьего стиха. и прошло, 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 с семь лет возвратился эта женщина из земли филиссимлянской. Не написано, муж возвращался с женщиной со своей семьёй. Пришла просить царя о доме своего и о полях. Нету, потому что. Знаете, когда туда прыгнула? Она раньше не имела к царю никакого вопроса, а теперь появилась. Совет. Никогда не проси ничего глупого царя, пока не появится реальная проблема. Приходит к царю, она ходит с Богом. И знаете, когда идёт к царю? Тот день, когда Гези разговаривает с царём о чудесах, которые сделал Елисей. У Бога нету совпадения. У Бога нету случайности. Если хоть куда-то придёшь, что твой но должен решиться, знай, что до тебя кто-то там был и про тебя хороший рассказывал. Это наш Бог. Аллалюя! Нету совпадений с Богом. Вот, женщина идёт, думает, я семь лет не здесь, но не было. Скажут, вот ты убежал, нормально жил, а теперь нету полей, ничего. Но то время Гези сидит именно рассказывает, как воскресил Елисей ребёнка. И когда рассказывает, царь говорит, а как? И вдруг смотрит, женщина идёт, говорит, вот, женщина, санамитянка, чей ребёнок воскрес, без очереди. Царь говорит, а ну позовите эту женщину сюда. Через чёрный ход она приходит туда, и царь говорит, расскажи, как ребёнок воскресил. Она говорит, так, так, так. Говорит, здесь прекрасно написано. Дальше, возвратите её дом, поля и все плоды, которые семь лет эти земли давали, возвратите её, всё. Муж не против. И теперь, дорогая церковь, начинаю. Сначала служение, это была просто женщина, которая была богатая. Потом женщина, которая была богатая, который накормил служителев, открыл место для Господа. У кого не было ребёнка, которая родила сверхъестественного ребёнка, чей ребёнок потом умер. И потом этот ребёнок воскрес. Женщина, которая была спасена от голода. Не только она, его семья тоже. И потом, который получил обратно дом и земли и все богатство. вот это путь веры. Халлелуйя! Вы что-то сегодня получаете? Сейчас нашёл совпадение. Не бывает. Однажды один мирской человек мне сказал, ну, я говорю, вот это так было, это совпадение. слава Богу, с нами совпадение происходит каждый день. Ну, не было дождя, моря, и вдруг дождь. Говорят, ну, это совпадение. Халлелуйя! Вот, вы говорите, Иисус, Иисус, а если Иисус не придёт, так мы придём к Нему. Нет проблем, кто придёт первый. Однажды я по воле Божьей потерялся. Знаете, у меня часто так бывает. Вот у вас был, когда я не дал тоник, сразу я скажу. Я по воле Божьей нарушил, проехал на красный свет. Ты скажешь, а как по воле Божьей? Почему-то думал, что зелёные. Я ещё раз повторяю, я не дал тоник. У меня есть немыши. Я на следующем собрании расскажу, какие у меня немыши, я не чесняюсь. Ну, не дал тоник. Скажи, рядом сидя, что он говорит правду. Хорошо. И гаишник меня останавливает. Сразу не знаю, почему, когда нарушаешь, вот тогда они появляются. сразу остановил. Я говорю, всё. Остановил машину, человек пришёл, такой-такой, вы нарушили. Говорю, знаю. Он говорит, а почему вы не спорите? Я говорю, а почему спорить? Говорит, ну почему, все спорят. Я не делал, так-так. Я говорю, нет, я сделал. Он говорит, а почему я в изделии? Я говорю, Бог так хотел. Гаишник, кто? Я говорю, Бог. Говорит, Говорит, наверное, чтобы с вами разговаривать. О чём? Я говорю, садитесь в машину, пожалуйста. Он говорит, нет, лучше вы к нам. Я спустился, сел в машину, они вдвоём. Я говорю, слушайте, я не знаю, но оказывается, у вас большие проблемы. Говорит, какие? Верси менее. Вы даже боитесь домой идти? Он говорит, вы психолог? Я говорю, нет, не психолог, но как это, что-то в этом есть. И он начинает говорить, знаешь, можешь ты мне помочь? Я говорю, в чём? Говорит, я устал, я казино играю, вот что зарабатываю, у меня проблемы, у меня жена уже уходит, ты первый человек. И начинает просто слезиться и плакать. Я начал говорить, молиться, такой мир пришёл. Мы молились, что-то они в библейскую школу прошли в этом машине. Он говорит, уходи теперь, иди с миром. Я говорю, нет, я заплачу. Да не надо. И уже спорим всё, что платить или не платить. И думал, Боже мой, по воле Божьей нарушил. Надо было помочь этого человека. Но однажды я потерялся по воле Божьей. В одном городе. Нет, я не странный. Пришёл парк, вечером, виду, знаешь, ну, знаете, проповедники имеют одни особенности. Они никогда не могут на место сидеть. Должны, видите, куда-то двигаться. И думал, пойду погуляю вечером после собрания. Ну, кто меня дёргал, я не знаю. Вышел в парк погулять. И не знаю, в этом парке, это национальный парк. И я там потерялся, в этом, и не могу найти, куда иду, куда-то в другое место выхожу. В парке никого нету. И два парня стоят и кричат, ссорятся. Знаете, единственное, кого я могу спросить. Тёмный парк. И двое спорят. И ты. Я так осторожно прихожу, говорю, ребята, они поворачиваются и говорят, пастор Артур? И Артур Симоньян говорит, «Да? Вот, говорит Господь, как вы здесь оказались?» Я говорю, «Не думайте, как Филипп, я просто потерялся». Говорит, вы представляете, мы смотрели вашу программу, так сильно понравилось, вышли погулять, и мы сейчас стоим, спорим, вот это откровение, как вы сказали? Я говорю, он так сказал, он говорит, нет, так сказал. И говорит, и вы здесь появились. «Как же вы сказали?» Сам-то забыл. Да нет, шучу. И вот я им рассказал, говорю, «Ну, теперь ребята везите мне в гостиницу». Говорят, «Хорошо, пойдем, мы пошли, мы почему-то место гостиницы в ресторан попали, меня накормили, потом в гостиницу привезли». Вы знаете, неужели это случайность? Два парня стоят, ссорятся, как это? И вдруг я появился, представляете их несостояние? Они даже не представляли, что в этом городе я могу бить. Как я даже в аэропорту Шереметьево, почему народа нету, иду, и вдруг один человек как сильно ударил меня в плечо, вот так ударились. У меня привычка первый сказал, «Извините». Я поворачиваюсь, говорю, «Извините». Он говорит, поворачиваюсь, такой знакомый голос. Вени Симоньян, разбитым русским языком, такой иностранец, говорю, «Это я?» Он говорит, «Я посол». Который работает в Москве, одного мусульманского страны. Говорит, «Вы знаете, каждый вечер я слышу ваши проповеди. Я искал встречи с вами. Можно у меня к вам вопросы?» В аэропорту однажды, в Шереметьево, прекрасное время. Как вы думаете, мы случайно ударились? У Бога случайностей не бывает. Аллилуйя! Вы знаете, ничего случайностей не бывает. Вот представляю, то время, которое женщина идет, гейзиа сидит и рассказывает про нее. Помните книгу «Извир»? Один человек, его звали Аман, он хотел истребить израильский народ. Но самый большой, кто ему не нравился, это Мордахей. И родственникам посоветовался, что делать с Мордахем, то-то-то. Говорит, давай делать, вешать его. А что еще делать? Больше ничего не надо делать. Повесим и все. Они сделали висельницу, чтобы повесить утром. И утром он спал, утром идет к царю попросить, а царь ему ничем не отказывал. Всего лишь ночь. Мордахей в пасте сидит, а он пьет вино и думает, вот утром конец Мордахе. И этот день царь потерял сон. Случайность бывает? Ну, человек хочет спать. Бывает у вас, что больше исповедуешь, что спишь, чем спишь? Крутишься, крутишься, но не спишь. Вот царь потерял сон. Это время не было интернета, чтобы лазить в интернет. Не было телевизора. Были только документы. Какая-то провезти документы. И они провели документы. Начал смотреть. И вдруг останавливается на Мордахе, что когда-то сделал пользу. И думает, вот Мордах, вот человек, какую пользу он принес. Аман утром рано, уже идет к царю, а царь уже наполнен другим откровением. Ночью. Аллелуйя. Если у тебя есть но, и впереди всего лишь один ночь, для Бога это хватит. Если у тебя есть но, а впереди час, Богу это хватит. Аллелуйя. И Аман приходит туда, хочет первый попросить в Мордахе повесить, но первый, говорит царь, говорит, Аман, подскажи мне, пожалуйста, если я хочу кому-то честь давать. Знаешь, гордые люди всегда думают о себя, если не меня, кого-либо. И знаете, желает того, другого, то, что себе пожелал бы. Аман знал этот закон очень хорошо, но говорит, как сделать? И Аман думает, вот, час пиара пришел, наконец-то все Аманы узнают, кто такой Аман. Вот, я знаю. Как, царь, ну я скажу, знаешь, ну я не знаю, ты это сделаешь, но вроде бы, если хочешь честь давать, ну честь полноценный, говорит, ну как, ну взять царский конь, одеть этого человека, царскую одежду, корону поставить, и все, видит по всему гору, ну покатать, и чтобы все знали, что царь, ты любишь этого человека, и доверяешь этого человека, и чтобы и кто-то впереди шел и кричал, вот человек чей царь честь дает. Говорит, как классно ты сказал. Возьми Мордахея, посадиться на царский конь, одень царскую одежду, «А ты впереди иди», и кричи, вот человек, вроде бы он хотел повесить, изменилась судьба Мордахея. Халлилуйя. Он получил честь и славу. Теперь, дорогие, если у вас есть дно, вот ты хочешь счастливым, ты хочешь счастливым, но у тебя есть дно, сегодня мы это отдадим Богу. Женщина-санамитянка. Сегодня наш брат Иван, я получил откровение, проповедовал о пожертвовании. Не знаю, кто дал, кто не дал. У нас, когда мы пожертвования тоже собираем, ну сейчас нету, но раньше всегда была маленькая бумажка, вот такая, знаете, как будто вот взять вот эту часть бумаги и порвать вот такой кусочек, это большой слишком, вот такой кусочек, и, нет, не такой, вот такой, сейчас покажу. Это я видел всегда. Вот такой кусочек бумаги, и мы открываем, 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 все гладим, и там очки надо одеть, чтобы видеть, мелкими буквами написать, сколько можно пожертвований собирать. Я говорю, он такой скупой, так и жалеет бумагу. Моя жена однажды вышла на платформу, он говорит, он говорит, вот эта бумага, сколько можно пожертвований собрать, это тоже самое, можно сказать, сколько можно света использовать, сколько можно кондиционера и тепло использовать, разве нельзя выключить это все, сколько можно терпеть микрофон. Вы знаете, но вы сегодня здесь сидите, и вы пожертвовали, очень чем-то похожее на санамитянку. Некоторые годами жертвуют. Это очень хорошие, или ведь ты молишься, хорошая почва для чуда. Это то же самое, что санамитянка накормил. Может, в твоем сердце открыто место для Иисуса Христа, и все у тебя есть, чтобы твой но был решен. Дорогая церковь, поверьте мне, Господь отвечает на молитвы. Знаете, я не говорю, как проповедник, который должен уговорить, я говорю, как простой брат, такой же, как вы, имеет проблемы. Знаете, у меня большие проблемы были. Мне дочь заболела. Максим, Сергей, потянули руки, мне просто подержали тоже. Знаете, как я вышел, у меня все вроде бы хорошо, пробуждение идет, другие церкви растет, но я закрылся на молитву. Нереально, чтобы Господь не ответил. Господь отвечает на молитву, если мы на самом деле молимся, но не прикидываемся. Аллилуйя, Господь, есть крик души. Если ты закроешься у себя дома, и начнешь молиться час, два часа, пока мир не получишь. Есть тревога, ты в тревожно можете, и вдруг приходит мир. Я за дождь молился, вчера я это рассказывал, и вдруг я молюсь за дочь, и вдруг я думаю, Господь, ты должен быть у меня на первом месте, потому что в первом месте должен быть ты, второе место, второе место семья, потом работа, и Бог мне говорит, откуда ты взял эту чушь? Говорит, да сам проповедовал. А Бог говорит, в моем Библии это не написано. Первое место семья, второе, Бог, потом семья, потом... Говорю, ну, где я взял? Я услышал, что в американские, западные проповедники проповедовали, я это взял. Бог говорит, неужели ты, когда моешься за твою дочь, я приду и буду конкурировать? Нет, я должен быть первым месте. Я должен быть на первом месте. Говорит, я не в конкуренции. И Бог сказал мне, поставь меня на свое место, я царствую. Когда-то семья на первом, когда-то придешь отпуск, отпуск будет на первом месте. Придешь на работу, работа будет на первом месте. Всегда что-то на первом месте. Но я здесь, я царствую. Всегда. Аллилуйя. когда я понял что бог царствует я просил и вдруг такой свет и мир пришел и звонок вопрос начался решается когда начнешь у себя комнату иисус сказал войти свою внутреннюю комнату и скажешь господь я счастливый человек и слава тебе но у меня есть но 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 пожалуйста я молюсь за это но и у тебя но решится поверь во имя иисуса у тебя но решится если мы реально искренне помолимся когда последний раз ты час помолился просто чтобы что-то получить не имеешь знаете почему я дам вам библейский ответ не имеешь потому что не просишь так говорить евангелие попроси и все скажи все получится